Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня хочу показать вам не очень обычный томат, который я сама впервые выращиваю в этом году. Я раньше много слышала томаты бекалор, томаты бекалор, они вкуснее, они красивее. Ну, относилась скептически, вот мне дала соседка семена загадка природы. Я прочитала про нее в интернете, да, урожайный, но очень высокий и предназначен лучше для теплиц, что только в южных регионах в открытом грунте, а в остальных, вот средняя полоса России, потом сибирский регион, лучше в теплице. И я так скептически отнеслась к этому сорту, но все-таки посадила на улице, потому что в теплице у меня места мало, я большинство их высаживаю на улице. Каково же было мое удивление, когда эти томаты выросли, ну, они выросли хорошие, да, выше меня примерно метр семьдесят, метр восемьдесят, но дали такие плоды, такой хороший урожай и красота, и вес. Смотрите, вот такие. Сейчас я краткое описание вам скажу и потом опишу, но я влюбилась в него, в этот томат с первого раза. Ну, как не влюбиться, смотрите, какие красивые. Вот эти вот разводы, называется загадка природы, это действительно загадка природы. Один томат получается вообще почти желтый, вот смотрите, красный чуть бачок. Другой томат получается, это все с одного куста, весь почти красный, чуть-чуть вот желтый проблеск. Начинаешь разрезать в одном вот такие красные разводы, вот такие. Ну, это как схемы галактики нашей, наверное. В другом разрезаешь. Вообще, чуть-чуть маленькие такие проблески розового. Сейчас еще один разрежу. Вот посмотрю, самый красный хотела при вас разрезать, чтобы полюбоваться, какой он там внутри. Я их сейчас все перережу. Какие они вкусные! Смотрите, какая красота! Ну, вот это действительно загадка природы, это что-то такое невообразимое. Сейчас я своими словами расскажу, что я вычитала про них. Может быть, кто-то ни разу не выращивал вот эту загадку природы и другие бекалор. Знаете, я посмотрела про другие наименования сортов бекалор. Они все почти импортные, какие-то американские, еще какие-то. Я даже прочитать название не смогла. Но загадка природы точно останется у меня в моем огороде навсегда и на будущий год. И вообще, сколько лет буду выращивать, буду ее садить по вкусу вообще. Ну, неописуемое что-то. Вот указана у нее урожайность 16 килограмм с метра квадратного. И действительно, я потом вам покажу. Сейчас нет условий на улице описывать, потому что у нас дождик, пасмурная погода. Пришлось домой все помидоры эти занести. Здесь буду вам рассказывать. Но они действительно все увешаны плодами. Вот плоды вот такие прям. Ну, указано, что они 350 и до 700 грамм. Но вот эти вот, да, около 300 грамм, наверное, вот эти вот, которые побольше. Но это, наверное, я даже не знаю, грамм 400-500 будет. Они прям такие сочные, тяжелые. Высота 2 метра указана. Потом, вот вес плодов указан у них 350-700. И вот самая изюминка, что самое интересное, именно, что они трехцветные. У них красный, розовый и желтый. Вот розовый он, розовый и красный, там не пойми, как они переходят один в другой. Но вот эти экзотические раскраски действительно дали и название, загадка природы. Но что самое главное, состав этих томатов, вот, от розового цвета он берет сахаристость, вот этот томат. А от желтого его диетические свойства. Потому что всем известно, все давно читали, что желтый и оранжевый намного полезнее, чем красный. Вот тут вот смешано все. Тут и красный, и розовый, и желтый. И цвет, не цвет, а вкус получается. Я вот сегодня ела, но невозможно оторваться. Это даже не похоже на томаты. До того они сладкие. Они вот такие, как сказать, вот тают во рту. Вот сама нежность. Никакой кислинки, вообще никакой кислинки. Обычно у томатов все равно, какой-то чуть-чуть томатная кислинка. Он, вот этот томат, загадка природы, он больше похож не на овощ, а на фрукт. Вот именно какие-то фрукты, такие заморские, такие еще неизведанные нам. Но такого томата я еще не ела. И как там написано, что если вы посадите один раз, вы влюбитесь раз и навсегда. Вот я уже есть, один человек влюбленный в этот томат. И тем, кто еще не выращивал томаты Bicolor и не знает, что такое, я в следующем видео прочитаю. И все, что я прочитаю, расскажу вам подробно. Но вот пока я знаю то, что это или двухцветные, или многоцветные. Вот видите, а у этого, вот этот сильно выраженная розовая часть, а у этого чуть-чуть, вот так фрагментально, вот фрагментами чуть-чуть. Я их сейчас все равно буду семена собирать, так что разрежу для вас все. И вот то, что это двухцветные, или даже многоцветные, и именно, что они не на поверхности, вот как некоторые есть зебровые, у них поверхность двухцветная, красные, там розовые, штрихи. А это должна быть двухцветная, именно мякоть внутри. Вот этот немножко переспел, неудачный, цвет не сильно красный там выражен. Мне охота найти, где много розового, чтобы красиво было. Ну нет, а тут пятнышко. Вот видите, какие они разные. У одного розового вот так преимущественно. Я еще сейчас попробую все, которые чисто желтые, которые розовые, все-все переем, все-все перепробую. Есть какие-то много розового, вот от чего это зависит, все висят на одном кустике. А это, видите, тоже маленькое пятнышко. Короче, я буду закругляться, скажу одно. Если хотите вырастить сладкий, с изумительным вкусом томат, вот, пожалуйста, бекалор. Томат бекалор, загадка природы. Розово-оранжевый, розово-желтый какой-то, ну как он и оранжевый, и желтый, не поймешь. Там, где розовый с желтым встречается, он делается оранжевый. Загадка природы, поистину, это название соответствует ему. Первый раз выращиваю, сразу влюбилась в вкус, очень вкусный, очень урожайный. Пишут 16 метров с квадратом, мне кажется, у меня еще больше. Все палочки мои коле выворачивают, они на бок прям накрениваются под тяжестью плодов. Сегодня пришлось снимать, вчера сняла ведро, сегодня довыбирала. Короче, очень много плодов, попробуйте, не пожалеете. Растет даже не в теплице, в теплице не знаю, как будет расти, но вообще это тепличный сорт. Но вот у меня в сибирском регионе и в Алтайском крае выросло в открытом грунте прекрасно, хорошие плоды, красивые, большие. Все, до свидания. Продолжение следует...